Теорема Наполеона. Говорят, что действительно лично Наполеон ее придумал. В принципе, это возможно, потому что в те времена артиллеристов очень хорошо учили диаметрию. И известно, что Наполеон на полном серьезе поддерживал разговоры о математике, то есть не из вежливости, а действительно там что-то понимал. Так вот, теорема Наполеона звучит так. Если мы берем любой треугольник, абсолютно любой, углы могут быть больше, 120, меньше, совершенно любые, и на его сторонах рисуем равносторонние треугольники, и у каждого отмечаем центр. А, это тоже будет второй сторонний треугольник. Да, то замечательным образом эти центры образуют равносторонние треугольники. И, на самом деле, если каждый из них завернуть внутрь, то те три точки тоже будут вершинами равностороннего треугольника, и это будет так называемый внутренний треугольник. Вот это вот, это внешний треугольник. И уж если продолжать, разность площадей внешнего и внутреннего треугольника Наполеона равна площади исходного треугольника. Но, сейчас пока давайте просто решим такую задачу. Докажем, что если есть произвольный треугольник А, В, С, и взяли точки А штрих, В штрих и С штрих центры равносторонних треугольников таких, то А штрих В штрих равно В штрих С штрих равно С штрих А штрих. У этой задачи очень много разных решений и очень много поучительных решений. Например, у нее есть решение с использованием комплексных чисел. Это один из первых примеров, который внятно объясняет, зачем нужны комплексные числа к геометрии. Оказывается, чтобы записать поворот или гомотетью, самое удобное, это использовать именно комплексные числа. Есть решение с композицией поворотов. Мы его тоже обязательно будем рассматривать, потому что оно такое очень-очень важное. Но сейчас начну с решения, которое такое отманчиво простое. А именно, ну вот такой вот. И я сейчас сделаю следующую штуку. У меня же вот этот подрезок такой же, потому что здесь был каком-сторонний треугольник. И вот эту штуку я нарисую здесь. Ну, я не знаю, как обозначать, потому что это будет волной такой обозначено. Это будет обозначено тремя палочками. Так вот, смотрите. Вот этот отрезок будет как раз три палочки. Видели? Вот у меня вот сюда нарисалось. И я сейчас отрежу похожую штуку здесь. Здесь три палочки. Здесь пусть будет, например, три палочки. Да? И что сделаю дальше? В точности совпадет. Ну и без этого мгновенно все будет следовать. Давайте посмотрим, почему совпадет. Во-первых, по длине. Три палочки, три палочки, и здесь три палочки. Значит, все хорошо. Теперь нужно по углу. Надо понять, почему здесь у нас получится, когда возьмем вот этот угол, он равен этому. Правильно? Замечаем. Этот угол равен этому. Так? Отлично. Отлично. Так, ребята, что нам нужно, наверное, сказать? Нужно доказать, что сумма этого, этого угла и вот эта разумеется, равна 360. Так? Но, внимание, вы понимаете, что вот эти углы, это на самом деле углы в таком шестиугольнике. При этом, вот это 120 градусов, это 120 градусов, это 120 градусов. Вы знаете сумму величин углов шестиугольника. Это сколько? Шестиугольник и сколько треугольника состоит? Ну, трещатель. Раз, два, четыре. Правильно? Сумма углов шестиугольника это 4 умножить на 180. И надо вычесть 3 раза по 120 градусов. Сколько? Те самые 360. Поняли? Значит, когда я вот так вот сделал, у меня действительно получилась новая точка. Давайте ее назовем С2 штриха. Обратите, пожалуйста, внимание. Вот этот отрезок равен этому. Правильно? Ну, потому что я же отварчиваю. И этот отрезок что? Это равно этому. Значит, у меня, еще раз, это равно этому, это равно этому. Это дельтоид. Понятно? Это дельтоид. Теперь давайте соображаем. Это, конечно, замечательно, что это дельтоид. А на сколько градусов мы поворачиваем? Вы помните или нет? На 120. Значит, у меня есть такая фигура. Вот здесь вот 120 градусов. Кстати, это означает, что и здесь тоже 120. То есть здесь 120, и здесь 120. И здесь тоже самое. Соответственно, здесь тоже 120, так? Господа, у меня возникает такая фигура. Я знаю, что здесь 120 градусов. Это фигура С штрих, Б штрих, С два штрих, А штрих. Я знаю, что вот это вот равно. Я знаю, что вот это вот равно. Здесь 120, и здесь 120. Что это такое, на самом деле? Пробода громко. А? Пробода громко. Это два равносторонних треугольника, господа. Еще раз. И это дельтоид, поэтому на самом деле верхний треугольник, который темнешний, так? А здесь 120 градусов. Здесь по сколько? 60. А что такое треугольник, у которого есть два угла в 60 градусов? Это равносторонний. Значит, это равносторонний. А это и есть тот самый треугольник. По-моему, очень красиво. Субтитры создавал DimaTorzok